Вопросы технического характера 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 для того, чтобы вы поразмышляли до тех пор, пока начнете непосредственно работать в конфликтных комиссиях. Планируется работа следующим образом. Я буду не больше часа говорить сама, а затем у нас есть целый час для того, чтобы отвечать на вопросы, вспоминать истории. Вы можете их писать, и я буду комментировать, или все вместе мы будем искать ответы на сложные случаи. Мы нарушаем традицию, мы уже привыкли с вами раз в год встречаться в мае на Матросово. Но нынче мы пробуем новый формат, и я надеюсь, он будет тоже эффективным. Такое освоение новых технологий у нас с вами. Ну что ж, начнем по содержанию. Итак, есть главные темы, напоминаю вам, на которых мы сосредоточимся. Первый вопрос – это как организовать взаимодействие с апеллянтами. То есть как от и до выглядит сама процедура, весь процесс, и на что важно обращать внимание эксперт. Вторая тема, важная и обычно актуальная – это уровень стресса. Как его снижать у себя и у тех, кто к нам пришел. И последний вопрос – это агрессивное поведение, как с ним справляться, как мы будем реагировать. Вот теперь дальше по порядку об этом. Кто у нас присутствует на сессии, на встрече по апелляции? Есть эксперт, это кто-то из тех, кто слушает меня сейчас возле экрана. Ученик, который подал апелляцию. И родитель. Ну, чаще всего это родитель. Изредка может быть другой законный представитель. Мы для упрощения будем говорить слово «родитель». Здесь. То есть мама или папа. И если вы помните, всякий раз мы начинали свои тренинги с того, что пытались понять, чего же они на самом деле хотят. В чем на самом деле заинтересованы те, кто собрался за этим столом, за партой, в часто душном кабинете заседания конфликтных комиссий. Давайте попробуем вспомнить, я сегодня буду работать за всех, что мы говорили про учеников. С них начнем. У нас есть ребенок, который сдает экзамен в конце 9 или 11 класса, суть та же. И он по какой-то причине не удовлетворен полученными результатами. Что он делает? Он, как сейчас уже несколько лет работает, да, он смотрит на сайте свою работу, результат проверки, и считает нужным все равно подать на апелляцию. То есть что-то его не устраивает. И когда мы с вами придумывали, да, пытались понять, почему же он пришел, что именно его ключевая потребность, не цель, да, цель у всех одна и та же. Я напоминаю, есть цели, есть интересы. Удовлетворить цель очень трудно, потому что, как правило, это одна простая и общая для всех цель повысить, пожалуйста, балл. То есть и ученик для этого туда пришел, и родитель туда для этого пришел, чтобы оценка по результатам проверки стала выше количества баллов, да, не всегда оценка. Но в этом они все одинаковы, но есть то, в чем они разные. И нам с вами важно с первых слов, с первых минут беседы понять, в чем именно этот человек заинтересован, что у него, что его мотив, в чем его потребность. И вот работать нам придется с ней. Поэтому первый навык эксперта, конечно, это понять, чего он на самом деле хочет, зачем он здесь на самом деле. Я понимаю, что опытные эксперты уже знают этот веер возможных вариантов интересов и очень быстро их определяют. Но напомню, да, ключевые, которые мы говорили. Значит, первый такой хороший, вы говорили, это хороший такой ученик, которому интересно, в чем его ошибка. Ну, то есть, вот он думал, что решил, правильно задание выполнил, но там у него сниженное количество баллов, и ему важно понять, реально по содержанию понять, в чем именно ошибка. Второй вариант вот этого ребенка, да, который пришел, он говорит, «Я надеюсь на авось, да, то есть я слышал, видел, услышал у знакомых, что если подашу на апелляцию, то может быть лучше». То есть я сам оснований не вижу, не особо их понимаю, но я на авось иду, вдруг повезет. Вот такие «вдруг повезет», да. И они быстро убеждаются в том, что не повезет, например, или «ой, повезло», для них это так выглядит. И на этом тоже никаких сложностей в их общении нет. Дальше, к сожалению, есть такой момент, когда он здесь только потому, что его заставили прийти. Либо родитель, либо учитель настойчиво рекомендовал, либо репетитор, который уверен, что надо идти на апелляцию. Собственных интересов у этого ребенка нет. Он сам ничего не хочет. Он пришел выполнить как послушный волю взрослого человека. И, опять же, он свою задачу выполнил уже тем фактом, что появился. И, как правило, с ним сложности во взаимодействии не будет. Четвертый вариант интересов детских, о которых вы мне, собственно, и рассказывали, это выпросить. Тяжелый случай, как мы помним. Это такой у человека в опыте. Есть уже сюжеты, когда он или она выпрашивали оценки, мы говорим, да, это слово, на разных уровнях обучения, в разных ситуациях. И почему бы не использовать этот ход снова? То есть я там сидит человек, такой же, как я, и я могу, обращаясь к нему определенными способами, манипулятивными ходами, добиться желаемого себе результата. Вот. То есть любой ценой там выпросить или добиться, да, отстоять. Вот здесь, конечно, такая история, когда экспертам нужны будут коммуникативные техники, определенные навыки уже, и защиты от манипуляций, и иногда даже реакции именно на детскую агрессию. Но об этом мы позже будем говорить. Какие еще есть варианты? Если вы знаете какие-то варианты, а я о них не знаю еще пока, то, пожалуйста, пишите их во вкладке «Вопросы». Вот там. Вопросы будем содержать или обсуждать. Она у меня открыта, я буду сразу все видеть. Ну и, конечно, глобальный интерес у всех – это поступление. Либо не слопотать двойку, да, то есть если речь идет о двойке, о неудовлетворительной оценке, то я здесь пришел, чтобы избежать двойки или из той же оперы повысить бал, потому что мне его будет недостаточно для поступления. То есть это такой жизненный интерес. И в одной ситуации он может быть, ну, как бы, для нас не слишком цепляющим, то есть для нас, я имею в виду экспертов, такой, ну, извини, не получилось, не получилось. Но в других ситуациях, когда ставки очень высоки, тогда может начаться история, опять же, с манипуляцией и с внутренним конфликтом эксперта, о котором мы поговорим тоже чуть-чуть позже. Из моих представлений все по ученикам. Если есть что добавлять, прям пишите сразу, чтобы вы включались, а не только я тут поступал. Ну, тем временем я к родителю перейду, если что-то появится, мы к ученикам вернемся. Значит, родитель, он зачем пришел сюда? Что он делает в этой аудитории? Значит, хорошие варианты сначала. Родитель – защитник. То есть он такой хороший защитник, я ни разу не говорю. Когда апелляция – это стресс, это трудность, трудное испытание для ребенка, и я пойду вместе с ним как поддержка. Вот слово «поддержка» здесь лучше. Значит, родитель – это тот, кто пришел поддержать ребенка, в трудной, довольно-таки, процедуре. И все. То есть он не собирается давить ни на кого, а именно что быть рядом, когда ребенок будет проходить эту процедуру. Очень-таки хорошие родители. Они следят за справедливостью процесса и за тем, чтобы ребенок там не растерялся, не потерялся, отвечал на вопросы, задавал вопросы, вот такие вещи. Он в определенном смысле такой наш союзник в работе со стрессом детским. Второй вариант родителя – это когда такая страшная история – я все сделаю для своего ребенка, для меня не существует барьеров. вот это из разряда «неужели я не могу добиться?» Если я хороший отец или хорошая мать, то я должен добиться повышения результата, и это все преодолимо. Опять же, там просто люди, и я смогу с ними так поработать, что они повысят балл моему ребенку, и, скорее всего, для этих родителей это типичный стиль жизни. Ну вот, из моих недавних примеров наблюдения за родителями, я напоминаю, что я все-таки с дошкольниками и более младшими, поэтому я оттуда, было собеседование в музыкальную школу прослушивания. И обычная история с очередью, да, когда люди стоят спокойно, масса детей стоит и ждет очереди, пока их запустят в кабинет для проверки. Но находится мама, которой очень важно, вот по непонятным причинам, вроде как они объективны, но она из разряда тех, кто добьется всего, что и ее ребенка будут слушать вне очереди. Вот это для нее критически важно. То есть она сначала в очереди наводила смуту, ее не пропустили, потом она обратилась там вообще к вахтеру, который по какой-то, то есть с возмущением и с такими, ну вот, волну поднимая, так скажем, да. И она в конце концов добилась до председателя комиссии, которая очень интеллигентный, порядочный человек, чтобы не нагнетать обстановку, удовлетворила ее потребность. И, ну, она сделала это так хорошо, что это не повлияло на очередь, это очень компетентный был человек, и вот это для нас пример. То есть она умудрилась удовлетворить мамин интерес так, чтобы не зацепить интересы других людей. Она разделила комиссию на два, ну, то есть та очередь как шла, так и шла, то есть никого не задержали, но сама в это время поработала с мамой. И вообще всем стало хорошо. И вот это, такой для меня признак компетентности, безусловно, но это типаж вот этих родителей. На пустом месте, даже там, где не надо бороться. Все равно надо побороться. Все равно надо добиваться для ребенка. То есть, и я думаю, что очень много именно таких родителей, очень много детей у нас находятся на апелляции, потому что такие родители. Надо побороться. Может быть, не надо? Нет, надо. Мы пройдем до конца, мы будем добиваться, нам обязательно нужно. И здесь именно мы ждем чаще всего агрессивного поведения, здесь мы ждем чаще всего таких личных выпадов, неконструктивных бесед, разговоров и жалоб на систему в целом, на переживания по поводу того, как все устроено. Именно эти родители в первую очередь будут недовольны цветом стульев, отсутствием табличек и все остальное. То есть, вот здесь это такой типаж, и интересы связаны с тем, что в любой ситуации я добьюсь самого лучшего для своего ребенка. И эта ситуация для меня просто лакомый кусочек. То есть, я здесь, в этой ситуации, самая вообще моя вот эта родительская роль должна сыграть. И она у них срабатывает на автомате. И они привыкли к сопротивлению в этом месте, то есть, они умеют, они знают, что это не нравится людям, они знают, что с ними буду делать. И в этом смысле они, как ни странно, оказываются более оснащены, чем эксперты в этом месте. Как раз здесь мы вспоминаем все, что касается собственного стресса, внутреннего конфликта, реакции на агрессию, и конкретные технические приемы мы с вами потом вспомним относительно в том числе этих историй. Следующий момент, когда родитель по-настоящему хочет проверить объективность оцеркви. Вот он сомневается в объективности. Также, ну там, мы про ребенка это не совсем сказали, да, то есть там он свои знания проверяет, ну и так же, и ребенок, и родители могут. Я увидела вопрос по этому паузу. Что делать, если агрессивные родители не успокаиваются? Мы будем разговаривать про это на последней, в третьей части, непременно, обязательно. Итак, родители, который пришел для проверки объективности. То есть ему нужно, чтобы работу еще раз перепроверили, и убедиться, что все действительно объективно, никаких здесь нарушений нет. Как правило, это связано с тем, что результат неожиданно низкий для родителя. Ну то есть они вкладывали, например, в репетиторах, они увидели текущие оценки своего ребенка, и на экзамене итоговом получается что-то неожиданно, да, неожиданно мало. Поэтому возникают вопросы и сомнения в объективности, приходят туда для проверки именно объективности работы. Как правило, это хороший вариант, да, когда убеждаются в объективности, все хорошо. Дальше есть родители тоже на вось, есть, к сожалению, родители, выпросить, которые не готовы бороться всегда, да, то есть это не из тех, для кого это стиль жизни, но они в таком отчаянии находятся, что надо что-то делать. И здесь мы имеем дело не с агрессией, как правило, а со слезами. То есть это мамы девятиклассников, которые получают двойки, мамы одиннадцатиклассников, когда ясно, что ребенок не поступит или вообще будет не аттестован. И это, конечно, для них трагическая ситуация. И они пришли к вам с просьбой о помощи. То есть это «помогите», это крик такой «сделайте что-нибудь», чтобы нам избежать большой беды в жизни. Это особый интерес, он очень сильный, и отчасти здесь эксперт у нас выступает в роли такого не эксперта по работе, а эксперта по вариантам действия, да, жизненным. И если мы знаем, что не можем повысить бал, ну, нет для этого никаких оснований, тогда хорошо бы, чтобы мы поговорили с мамой буквально о вариантах действия. И показали, что это не тупик, не финал, не окончательное, там, катастрофическое событие, а это может быть просто поворот. Да, и нужно показать, что какие еще возможны сценарии, когда пересдача, что делать до этого времени, над чем поработать ребенку. Ну, то есть вы становитесь таким консультантом по тяжелым случаям сдачи экзамена, да, то есть что делать дальше. Ну, я помню историю, да, когда рассказывали эксперты о том, что не поступив, ну, как бы ясно, что не поступят, например, в мединститут, рассказывали, эксперт говорил о том, что если подать сейчас документы в колледж, например, да, медицинский, то там будет так-то, так-то, и оказывалось, что это вполне себе вариант, вполне себе ход, да. Вот здесь появился вопрос, какие варианты. Значит, еще раз, вариант первый – это рассказывать о пересдачах и возможностях, что это не последний в жизни экзамен, а можно там пересдать раз, пересдать два, тогда-то и тогда-то. И второй вариант – это рассказывать о перспективах поступления, то есть в какие варианты, кроме медицинского института, существуют. По-моему, кто-то даже говорил о разных факультетах, да, где более низкий конкурс, предметы те же. И вот эти советы, они как минимум успокаивали людей, показывали, что жизнь не завершилась, не закончена на этом. И таким образом, ну как, отвечали на настоящую потребность тех, кто обращается. Точка у меня по родителям. Если вспомните что-то еще, или у вас были какие-то родители, которые не вписались в эти интересы, дайте знать. Теперь, собственно, эксперт. Кто это? И что мы здесь делаем? Это надо подумать сейчас. Почему я сижу здесь? Я на этой конфликтной комиссии, почему я снова подвязался на эту работу? И здесь важно быть очень честными с самим собой. Сегодня так хорошо, прямо даже в глаза не надо смотреть и говорить вслух. Можно просто самой себе ответить. Я бы вам даже рекомендовала записать это. То есть, что именно мной движет? Какие у меня интересы? Я за что борюсь здесь? И у нас было здесь очень мало вариантов. На самом деле, всегда 3-4, максимум 5 на разных, в разные годы, на разных группах. Я их вам напомню. Значит, первый такой вариант. Я должен хорошо сделать свое дело. Вот меня посчитали компетентным. Мне за это заплатят. У меня есть договор. И все, что я здесь делаю, это я хорошо выполняю задачу, которую передо мной поставили высшестоящие люди. Все. Остальное меня не интересует. Я сейчас хорошо выполню задачу, зарплату получу и все. Ну, а почему я на это пошел? Потому что от такого уровня признания они отказываются. Вот и все. То есть, когда мне поступило это предложение, это признак моей компетентности педагогической и предметной. И я от этого обычно не отказываюсь. Все. Поэтому я здесь. Другой вариант, интерес. Почему я здесь? Потому что мне важно, и мы это назвали тогда с вами, защитить честь мундира. Мне важно показать, и в этой беседе, в конкретном взаимодействии с апеллянтом, показать, что мы хорошо проверяем работу. Что работа проверена объективно. Что уровень у нас очень высокий, экспертов. И не надо сомневаться в объективности проверок. Вот. Вот я здесь для этого. И я собираюсь именно это продемонстрировать. У меня есть для этого все основания. Я буду это делать. Третий вариант интереса. Это такой, в котором многие сомневали, что он нужен. Вообще, что он уместен там, но он бывает, и люди себя на этом ловили. Что это такой педагогический интерес. То есть, мне важно показать ему, конкретному ребенку, который сидит передо мной, как это делается. То есть, срабатывает вот эта учительская установка. Он не знает, надо научить. То есть, здесь включается педагог, и вместо того, чтобы обсуждать проверку работы, я занимаюсь обучением. Здесь надо было эту формулу использовать, а если ты вот это понял, то здесь было бы 5, а вот этот балл-то потерял на том, что. И поэтому в следующий раз, непонятно будет ли у него это в следующий раз, но мы учим его решать задачки, отвечать на вопрос, работать с текстами и так далее. Вам решать, беретесь вы за это или нет, но как вариант, такой интерес появляется у экспертов. То есть, он, похоже, такой, не экспертный уже, учительский. То есть, смена роли происходит. Четвертый вариант совсем печальный, с которым труднее всего жить. Это называется, я хочу им помочь. Нужно чем-то помочь ребенку. То есть, передо мной сидит живой человек, который, у него масса жизненных обстоятельств, у него есть очень ценные и важные интересы, и я должен помочь. Это не означает, что я хочу повысить балл, абсолютно. Но это означает, что я буду с ним работать, как вот как раз в режиме такого консультанта, иногда терапевта. Такой, я пойду, чтобы помогать нашим детям, нашим ученикам Красноярского края в этом испытании жизненном или в выборе даже места поступления и так далее. Это редко, говорят мне опытные люди, но бывает. Бывает, у неопытных говорят, опять же, опытные люди, но тут мне трудно судить. Я как-то заглянуть внутрь не могу, эксперта, но некоторые истории, которые мне рассказывали, похоже, что все-таки это случается. То есть, и вот это желание помощи, оно может перевесить экспертную позицию. Но наиболее... Вот, опять же, я проговорила про защитить честь мундира. Здесь может быть такой перекос в то, что я так сильно стараюсь защитить честь мундира, что уже не объективность, не справедливость, прежде всего, а нужно обосновать, что нельзя сомневаться. То есть, это плохой вариант. Хороший вариант этой истории – это когда эксперт заинтересован в том, чтобы работа была объективно проверена. И он берется за это дело, чтобы было все объективно, справедливо, в соответствии с критериями. И вот когда я уверен, что все здесь объективно, тогда я считаю, что моя работа выполнена хорошо. Ну, мне кажется, что это такой ключевой и главный интерес, и он вроде как у нас ведущим является среди тех экспертов, с которыми я работала. Но посмотрите, пожалуйста, внутрь себя сейчас, поймите, за что еще вы боретесь там, когда сидите с людьми. Потому что есть еще один интерес, про который мы тоже говорили, связан с самооценкой и самоотношением. Когда срабатывает, это не сделается заранее. Но при агрессивном контакте, при выпрашивании срабатывает такая задача, мне уже не важна эта работа, мне важно защитить себя от негативного воздействия, защитить свою личность, свою самооценку. И это может победить объективность, и может победить эксперта во мне. То есть включается человек, которого задели, или оскорбили, или усомнили компетентность, косвенно или прямо, мягко или грубо, опять же. Или пытаются на меня влиять, а мне это трудно, противостоять влиянию, когда девочка плачет, мама плачет, или еще хуже, когда мальчик плачет. Надо что-то с этим делать, и включается не экспертная позиция, а человеческая, и она нормальная, то, что эта реакция срабатывает, вопрос, как мы с ней справимся. И последний интерес, который тоже звучал, что у меня больше гораздо, чем 4 получилось, это саморазвитие. Когда я иду на конфликтную комиссию, потому что это новая для меня сфера деятельности, и я здесь вообще-то не для того, чтобы эти работы особо проверять, с работами мне все понятно, это материал, на котором я учусь саморегуляции, коммуникации во сложных условиях, учусь взаимодействовать с людьми, учусь держать себя в руках, учусь снимать стресс в суперстрессогенной обстановке. Вот это моя работа, и я здесь для того, чтобы развиваться. Вот прям это такой тренинг для меня, все эти там 3 ужасных дня, это тренинг и работа над собой. Такие у нас были люди, и люди, и они тогда вообще на ура все проходят, потому что им чем сложнее задача, тем больше шаг в саморазвитии. Ну, честно говоря, их немного таких я видела, и, наверное, это хорошо. Теперь вот, смотрите, я часто говорю, и я хочу на этом акцентировать внимание, и мы пойдем дальше. Это как раз то, что называется внутренним конфликтом экспертов. Я все время и лучше сделать этот выбор до начала работы, и не утром дня работы, а прямо сегодня лучше сделать этот выбор, и понять вообще, в чем именно я буду продвигаться, когда пойду на эти конфликтные комиссии опять. Это выбор между экспертом во мне, позицией, должностью, функциональными обязанностями и человеком. И это все время будет бороться. То есть всякий раз, сидя рядом со сложным клиентом, это будет обостряться. И если вы заранее знаете, вот заранее для себя решите, либо я буду делать все возможное, чтобы помочь человеку, это не означает, что я буду повышать на справедливый балл, это означает, что я буду максимально объективно проверять и максимально хорошо, по-доброму и с разными массами советов им помогать, понять результат, принять. Либо я вообще не собираюсь ни о ком заботиться, меня не волнуют их интересы, их жизненные обстоятельства и все такое. Я собираюсь выполнять функцию экспертизы. Я ее выполню хорошо, качественно, потому что я признанный и компетентный предметник. И я могу нормально, объективно для человека это донести. Все остальное я не позволю вообще всему остальному меня задеть. Это не моя история, это не мои вопросы, куда там он поступит, не поступит, что с ним будет после этого, где, сколько денег они отдали за эту химию. Меня это не беспокоит. Меня беспокоит проверка работы, я только этим займусь, а для всего остального я прямо снимаю с себя все эти другие обязанности, ставлю броню и не подпускаю к себе эти вопросы. Ясно, что по правде жизни вы будете где-то посередине, но между этими полюсами хорошо бы определиться, где вы. И тогда вы будете гораздо более свободны в общении с людьми, потому что вы знаете, кто вы, четко и понятно, и зачем вы здесь. А это такой призыв номер один, который вам точно нужно сделать, это домашнее задание, до того, как начать. Определиться, кто вы. Если в прошлом году вы были помогателем и заботливым учителем, то это не означает, что в этом году вы должны делать то же самое. Вы можете, как бы, потому что у вас там жизненные обстоятельства такие, что вы не можете больше позволить себе тратить энергию на этих людей сейчас. И в этом нет ничего плохого. Но определитесь, сделайте выбор. Вот ключевое здесь – это выбор. И выбор сделать заранее, определиться и быть, четко знать, зачем я туда иду. И чего я хочу. И это не означает, что все ваши комиссии будут одинаковые. Вы можете стоять на разных позициях, но при этом грань, связанная с объективностью проверки, она, конечно, остается для всех единой. Всем понятно, что мы максимально объективны. И здесь, как правило, у нас были такие споры, которые никогда ничем не заканчивались. Это вопрос о том, можно повышать или нельзя повышать, надо понижать или нельзя понижать. Очень плохо, если какая-то установка будет в эту сторону. То есть любую установку нужно отменить. То есть нет такой позиции, не дай бог повысить, будет плохой имидж, и на следующий год все придут за апелляциями. Не дай бог понизить, надо, значит, будет там споры, надо будет что-то писать, обосновывать, и нам не нужна лишняя работа. То есть вот эти вот, вот эти вот, не дай бог, когда только не вздумай, их нужно отменить, и от этого вы тоже будете гораздо более свободны и уверены в своих действиях. Действуйте согласно критериям, согласно тому, что вы видите перед собой, а установки по поводу никогда в жизни не делать этого, или никогда нельзя, ни в коем случае, их, они только будут нервировать и повышать ваш уровень стресса. Убирайте их. То есть у вас есть ясные функциональные обязанности, проверили, убедились по критериям, и с ними работаем. Значит, сейчас я прямо чувствую, как переживают в гуманитарной науке, потому что что такое проверили по критериям, это, если все понятно, в точных науках, то здесь непонятно. Ну так, опять же, я опять скажу то же самое слово, сделайте выбор заранее. То есть то, как читать этот критерий, и в каком случае ставить два балла, а в каком случае не ставить, вы должны знать сами для себя так, чтобы вы могли любому человеку доказать. И да, критерий читается неоднозначно, но вы должны быть уверены, как вы его читаете. Вы сделали свой выбор, разобрались, посчитали именно так, посоветовались с тысячей коллег, если вы не уверены заранее, и вы решили для себя, и все. И тогда вам не придется ни с какой мамой обсуждать качество или не качество критериев. Это не место для обсуждения качества критериев. Вы сами, как эксперт, вы здесь, и вам доверили то, что вы объективны, вы хорошо понимаете, как надо оценивать. Поэтому вы решаете для себя, и не позволяете себе там, во взаимодействии с родителями, усомневать критерии оценки. Как только вы это делаете, вы появляетесь слабой позицией. Потому что если вы в одном месте усомнили, то откуда вы возьмете, что и как вам вообще можно доверять, что во всех остальных местах нет той же истории, и вы попадаете в ловушку постоянной борьбы, кто кого убеждать начнет. А здесь никаких убеждений быть не может. Поэтому вы, даже если вы сами понимаете, что это не очень качественная штука, ну, хотя, на мой взгляд, все становится лучше и лучше, таких вопросов меньше с каждым годом. Но вы должны точно знать. Для себя. Ответ для себя. Вот я точно знаю, что вот так и все. И забыли про то, что это спор, мы там еще что-то. Решили, работу вы знаете, и работаете очень уверенно. Точка с этим слайдом. Мы идем дальше. Мы поняли, кто здесь. Теперь говорим про взаимодействие, как его нужно организовывать. Значит, я отчасти уже что-то сказала, но здесь такие пункты, про которые нельзя забыть никак. Значит, первое условие, когда все будет хорошо, это если вы готовы. Поэтому, ну, по-моему, мы это отрегулировали во всех уже комиссиях, что с работой, с ребенком разговаривает тот же самый эксперт, который рассматривал ее во время. То есть вы знаете работу. Она для вас не сюрприз. Вы ее видели, каждый пункт знаете, знаете, где спорный момент, знаете, где они могут задавать вопросы, и вы знаете, что на них отвечать. То есть вы знакомы с работой. Это раз. А второе слово здесь написано, это самоопределение. Это как раз то, что я говорила. Я знаю, кто я, знаю, чего я хочу, и знаю, какую границу я не буду сегодня переходить ни в коем случае. И вот я уверен в себе, потому что самоопределение, и я уверен по содержанию, потому что я хорошо знаю эту работу. Она для меня не новость. То есть вот эти истории, которые были в первые годы, когда эксперт открывает и не понимает, почему они здесь поставили ноль, и это на глазах у родителей. Вот это мы уже, я надеюсь, что сняли, что вы каждый ответ, каждое задание знаете, по какой причине и как, и для вас все это известно, и вы поставили свой результат и готовы за него отвечать. И вот это следующий момент. Значит, что такое правильная установка? Это не установка внутри вас, а установка в работе с человеком. К вам пришли. И что вы должны им дать правильную установку? Значит, напоминаю текст. Я не стала его писать, чтобы вы его вспоминали. Значит, помните, что мы здесь, вы должны дать родителям в этой установке ну, три основных элемента. Текст, он будет для вас самый приемлемый, вы должны его сами сформулировать. Но три основных элемента. Первый элемент. Вашу, это определенность по работе. Значит, вашу работу, после того, как вы сдали экзамен, проверили два эксперта, получили результат. Затем вы подали на апелляцию, я проверила работу, выставил свои баллы, и сейчас я сообщу вам результат. То есть мы должны сразу дать понять, что то, что сейчас будет происходить, это не обсуждение работы. Давайте посмотрим, что вы здесь нарешали. Ни в коем случае. Не. А что вы хотели узнать о своей работе? Нет. То есть я здесь не для того, чтобы отвечать на ваши вопросы, не для того, чтобы консультировать. То есть вы это, естественно, тоже не говорите. Вы говорите, я проверил, посмотрел, вот там те проверили. И сейчас мы здесь для того, чтобы сообщить вам результат. Точка. Второе, что вы говорите, вы задаете полную определенность по процедуре. То есть вы говорите, сейчас вы заполняете вот этот лист, тем временем можете познакомиться с работой. После этого, если у вас останутся вопросы, я на них отвечу. Все. И третье, что вы говорите. Вы говорите про время. Обязательно ограничивайте время. Что на... Обычно это занимает не более 10 минут. Или, как правило, на одну апелляцию все это мы укладываемся в 10 минут. Обязательно это говорите. Ну, мы говорили, да, про 10-15. Вы смотрите, вы знаете работу и понимаете, что... Ну, как правило, лучше говорить 10. То есть вы видели, сколько много народу в коридоре. Поэтому у нас с вами есть 10 минут. Обычно этого хватает. То есть вы опять снижаете напряжение. Итак, по процедуре, по задаче, которую будете решать, и по времени вы задаете полную определенность и даете вот эту установку людям. Это ваш текст. Следующий момент – организация пространства. Давайте мы перейдем на следующий слайд. Я попыталась нарисовать то, что обычно мы рисуем на доске. А оно здесь не будет аниматься или будет? Ну, давайте попробуем. Не будет, да? Значит, смотрите, вот это правильное... Это несколько парт в аудитории. Эксперт сидит рядом с учеником, и дальше сидит родитель. Не нужно садиться рядом с родителем, не нужно садиться между ними. Значит, вы работаете с учеником, родитель присматривает со стороны. Это его место. Значит, дальше здесь невозможно, видимо, это сделать. Или могу чем-нибудь интересовать. Ладно. Значит, смотрите, что мы можем сделать. Как вариант. Эксперт садится вот сюда, если по-другому расставлены парты. Ученик посидит здесь, родители рядом. Возможен вариант. Ну, например, здесь не влазят два стула. Тогда эксперт с торца, здесь ученик, и вот здесь напротив ученика родитель, вот здесь. В этом случае эксперт полубоком находится к родителю, развернуться прямо надо, и сесть лицом к ученику. То есть вы смотрите на ученика, работа лежит вот здесь, родитель в стороночке как будто бы, даже если он напротив. Он видит глазки своего ребенка, он там волнуется, он видит, как вы с ним общаетесь, ему комфортно, но при этом вы не с ним разговариваете, а ученика оставляют сбоку. Вы разговариваете вот здесь. Значит, здесь, вот в этом случае, в этом рассадке, да, в такой, вы вот здесь лежит работа, и опять родитель там как-то через плечо ребенка может что-то наблюдать, потому что он для нас не ключевое действующее лицо. Вы разговариваете с учеником. Родитель, его представитель, его опора, и пусть это место и занимает. Итак, работа вот здесь, если эксперт сидит здесь, то вы опять же работаете с учеником, где родители удобнее, там пусть сидит, но он не ваш объект внимания. Это важно тоже с самого начала задать. Значит, важно, безусловно, напоминаю про это, и добивайтесь этого от своих председателей, чтобы не было слишком тесно, потому что представьте ситуацию, что вот за этой паркой начался агрессивный контакт. Это не может не задевать ваших людей, вашу беседу. Вам придется на это реагировать. Поэтому чем дальше вы сидите друг от друга, эксперты в аудитории, тем лучше. Ну, конечно, моя мечта и постоянное пожелание, чтобы не было разных предметов в одной аудитории. Где-то тут же у нас сидит председатель, и он на стороне, со стороны. То есть он не здесь, не в массе людской. Значит, если можно через парту сесть, сядьте через парту. Если можно через две, сядьте через две. Чем дальше, тем лучше. Если невозможно, значит, компонуйтесь так, чтобы максимально не мешать друг другу. И ни в коем случае ни за одной партой несколько экспертов с учениками. То есть это совершенно невозможная работа. и это слишком высокий уровень стресса для всех. Вот. Ну, мое-то дело сказать, а как вы это организуете, вы уже давайте там. Я надеюсь на лучшее всегда. Возвращаемся. Значит, организация пространства соответствующая. Так. Нет, не так. Вот так. Я прочитаю вопрос. Он такой длинный. Я еще не прочитала. Опытные эксперты утверждают, что нельзя говорить, я проверял вашу работу. Нельзя говорить, что мы были последней инстанцией проверки. Мы просто сообщаем результат проверки экспертов. Так как все-таки лучше сказать. Интересно. Я не видела тех опытных экспертов, которые говорят, что нельзя говорить, я проверял вашу работу. для меня это новость. Если вы есть среди нас такие опытные эксперты, которые пробовали, что-то не сработало, то давайте поясните, потому что я думаю, что если представить себя на месте родителей или ученика, я бы хотела разговаривать с тем, кто хорошо разобрался в работе. Важный акцент по поводу, что последней инстанции. Вот этот акцент, он действительно, его нужно убрать. Я последняя инстанция, все, я самый выдающийся, и больше некуда. Мы знаем, что это неправда, что есть куда, то можно подать апелляцию выше, да, и усомнить результат даже конфликтной комиссии. Поэтому мы не говорим, что последней инстанцией, но вы говорите, два эксперта проверили, вы подали апелляцию, работу проверили, я также проверил вашу работу, давайте добавим это слово, и я тоже познакомился с вашей работой, и сейчас оглашу результаты. Возможно, для снижения напряжения, да, уровня накала, нужно сказать, сообщу результаты этих проверок, да, всех, что получилось по итогу всех этих этапов. Пожалуй, это имеет смысл. То есть не результат своей проверки, я сейчас вам расскажу, а результат всех этих этапов проверки. Вот. Ну, потому что дальше вам придется говорить, что вот здесь, в этом задании есть основания для повышения, в этом задании есть основания для понижения, здесь эксперты были не согласны, и третий эксперт вот так решил. поэтому, ну, то есть мы говорим про все результаты в целом. Или по всем итогам оснований для изменения баллов ни в одном задании не обнаружено. Есть ответ на вопрос? Очень, вот как непривычно, да. Если есть, если вы получили ответ, напишите, пожалуйста. Спасибо. Хорошо. И так, и последний момент по организации, это как мы завершаем. Если человек удовлетворен, вы поняли, зачем он приходил, ответили ему, все хорошо, и он удовлетворен вашей беседой, да, с вами, то они просто уходят, и все хорошо. Если нет, какие еще варианты завершения есть? Значит, один вариант завершения, это вы им говорите, если вы все еще не согласны, можете обратиться к председателю комиссии. Но очень важно сказать, что, и вы не должны продолжать, то есть, если вы чувствуете, что пошли по кругу, что вы уже, эти аргументы все свои привели, и дальше начинаются там личные выпады, или снова и снова просто, ну нет, все-таки давайте еще раз, что можно сделать. И вы понимаете, что дело зациклено, у вас нет больше аргументов, то вы не должны продолжать это взаимодействие. На этот случай у нас существуют прекрасные люди под названием председатель конфликтной комиссии, предметный сначала, вы обращаетесь к нему. То есть, вы говорите, в случае, я сказал вам все, что мог, и все свои основания для результатов я высказал. Мне кажется, больше нет смысла продолжать наше с вами взаимодействие. Если вас этот результат не устраивает, вы можете обратиться к председателю, он вот, вот этот человек, будем его приглашать. Если человек говорит, да, будем приглашать, значит, вы приглашаете. Часто здесь человек скажет, что-то олко обращаться, все равно это бесполезно, и уйдет, разобидевшись, недовольный, но уйдет. Если не уходит и обращается к председателю, есть два сценария, напоминаю. Значит, первый сценарий. Появляется четвертая персона у нас. Давайте вот здесь посмотрим. Значит, вместо эксперта садится председатель вот здесь. То есть вы встаете буквально, уступаете свое место и говорите эксперту, председателю, вот история такая-то, в этом-то проблема, и уходите, прям по-настоящему уходите, у вас есть там одноминутная пауза, чтобы отдышаться, извините. Учили, как показывать красной стрелочкой, чтобы вам было видно, а то я, оказывается, тут вожу-вожу, а вы не видите. Итак, первый вариант. Председатель садится вместо эксперта. Красная стрелка это председатель. Вот. Он сел, место. И вы прямо ушли. Все. Отдышиваться и принимать следующего человека потом. Другой сценарий, иногда это важно, это когда председатель рядышком появляется, вот здесь, и вы не уходите. Значит, это нужно в ситуации, когда ваши компетентности сомневаются по-настоящему. То есть в ситуации личных выпадов вы просто уходите из взаимодействия. Пусть дальше председатель разбирается, потому что если это личность, то не поможет никакого усиления, оно только увеличит агрессию с той стороны. Здесь, если речь идет объективно по критериям, вот прямо по-настоящему, то есть у них вот интерес именно как же так здесь не поставили балл. Тогда это идет по кругу. Значит, вы говорите, в таких ситуациях спорных мы приглашаем председателя предметной комиссии, это самый уполномоченный здесь человек, и давайте его спросим, будем приглашать или нет. Если говорят да, то вы приглашаете, смотрят конкретные критерии, и председатель выносит по содержанию только. Значит, если после этого начинается агрессивный контакт, вы уступаете место председателю и уходите. Пусть дальше он разбирается. Ну и дальше для председателей мы помним, что можно подать апелляцию дальше, и про это говорят, что в случае, если вы все еще недовольны, к сожалению, нам здесь с вами, у нас и время истекло, это прекрасная возможность апеллировать, вернуться к тому 10-минутному промежутку, на который, сослаться на него, да, вы про нем, о нем сказали, и говорите, что если вы недовольны результатом, ваши дальнейшие шаги писать туда-то, сюда-то, ну и помните, у нас был такой ход, да, что мы собирались положить прямо тетрадку, где можно записать все свои недовольства, что вы обязательно передадите представителям министерства. То есть, если, например, это недовольство критериями, что критерий такой-то в таком-то вопросе, там, некорректный, нелогичный, несправедливый, вы можете сказать, что я считаю, что все хорошо, и мы его так проверяем, но если вы недовольны, пожалуйста, напишите, это очень ценно, это прям очень важно, отправляйтесь, и вы убираете, уводите эту всю историю из-за стола, идете в другое место заполнять какие-нибудь бумажки, бланки и так далее. Вот, и в любом случае мы завершаем это взаимодействие. Вот. Дальше идем. Красного убираем. Немножко осталось. Стресс. Любимая наша тема. Напоминаю, опять же, я думаю, что вы все помните, почему-то мне все время кажется. Ну, напоминаю. Итак, значит, у себя, чтобы снизить уровень стресса, сильно лучше, если я знаю, зачем я здесь. Это о чем мы говорили. У меня все понятно, у меня есть определенность в том, что я здесь делаю, кто я такой. Об этом беседовали уже. Второй момент. Я знаю, когда и как это закончится. Любое неприятное переживание в вашей жизни. Конфликтная комиссия не может быть приятным переживанием. Если вы получаете удовольствие, я буду за вас переживать. Это неприятно, потому что вы говорите много плохих новостей в течение одного дня людям, которых любите. Ну, как минимум, цените, да, уважаете. Но, когда я знаю, когда и как это закончится, мне легче преодолевать. То есть я знаю, что в 16.00 я отсюда выйду. И вот, или когда зайдет вот эта девочка, я вчера это видела, опять же, там на собеседовании музыкальной школьной, сколько там еще осталось? Двое. И они понимают, что через два все закончится. И им легче становится от этого. Вы знаете, что у вас осталось три работы на сегодня. И вы понимаете, как это закончится. Что все, вот сейчас третий, вот этот придет, и будет все, финал. Присуйте себе эту картину в голове. Третий момент, ключевой. Я знаю, ради кого я буду держать себя в порядке до конца дня. У меня есть близкие люди, ради которых я не буду позволять себе заводиться. Я не буду тратить энергию и силы на всяких сумасшедших мамаш. Я не буду брать близко к сердцу жизненной истории других людей, потому что есть очень важные люди. Дети, супруги, родители, племянники, ради которых сегодня я должна быть хорошим, спокойным человеком. И их благополучие зависит полностью от меня. Благополучие тех, кто сидит передо мной, зависит не только от меня. Там есть взрослый человек рядом с ребенком, там есть масса наверное родственников бабушки и кто-то еще. Кто позаботится о нем? Я должна позаботиться о своих близких и ради них вспоминая их лица, представляя, что вы будете делать сегодня вечером, думая о том, как вы их, я не знаю, подумать о том, что готовить на ужин, наверное, это для женщин больше стресс еще. Но если вы уже придумали, то вы представляете, как порадуются дети, когда вы сделаете это. То есть и ради них, и вспоминая их, я понимаю, что у вас не имеет возможности листать телефон для того, чтобы вспомнить фотографии близких, но хотя бы вспоминайте их в голове. Ради них я сейчас стряхну себя весь негатив последнего вот этого контакта волшебного, когда была ух, сложная мама, и ради нее, своей там близкой девочки, тети, мужа, еще кого-то, я забуду сейчас про эту маму, я забуду про этого ребенка, потому что есть близкие, ради которых это стоит сделать. Четвертый момент, извините, женские слова здесь, но я думаю, что мужчины тоже могут их выучить, использовать, да, я знаю, как я побалую себя, я решила прямо так написать, как я доставлю себе удовольствие, да, какую радость я зарабатываю сейчас, сидя и вынося все это, вот она какая суровая женщина, вот она обвинила меня во всем, что можно обвинить, но за это мне стало в банке в планах на одну шоколадку больше, на полчаса шопинга больше, теперь я точно позволю себе рыбалку, за эту маму я заработал, теперь я точно позволю себе там баню, все что угодно, вы помните, как минимум 10 пунктов у вас должно быть, от которых вы получаете удовольствие в жизни, найдите их, придумайте, если нету, разработайте и представьте, что вы сделаете себе, вот что вы сейчас зарабатываете, образ у нас с вами был такой, сумочка, и она стала еще дороже после этого клиента, она стала еще лучше, теперь я пойду в тот самый магазин ее выбирать, а не там, где собиралась раньше, ну или там, рыбалка растет по времени, или еще что-то, ну это уже вы сами придумаете, да, дальше другие немножко пункты, это которые здесь сейчас, значит, во-первых, представьте, мы уже с вами почти час разговариваем, я еще ни разу не сказала это слово, вода, у вас есть с собой вода, стресс с водой очень сильно связан, вы можете попить в любой момент, я сделаю это прямо сейчас, чтобы вы знали, вот, у меня есть с собой вода, когда я веду вебинар, хотя я, честно говоря, не стрессую, но это помогает саморегуляции, водичка с собой, скорее всего, вам не дадут ее бесплатно, потратьте, пожалуйста, денежку, возьмите с собой воды, и для себя, вы помните, да, и для них, ну это потом, следующий пункт, на вас смотрят, да, у вас есть председатель, он там ходит все время, или сидит, и смотрит, как вы разговариваете, помните ли вы, или нет, что вам говорили на вебинаре, и там есть камеры, которые за вами следят, вот от этого нужно как-то отключиться, знаете, как единственный способ отключиться, я уверен в себе, я точно знаю, что я делаю, и в этом смысле мне бояться нечего, все, забыли, если я в чем-то не уверен, то я придумаю, что я уверен, если я не помню текст, с которого надо начинать, про 10 минут, про то, что сейчас я расскажу вам результаты, значит, я его, ничего страшного, потому что я разрулю эту ситуацию в любом случае, и мне не страшны ни камеры, ни председатель, все, я настолько уверен в себе, и последний момент, это то, что у меня есть способы, как здесь, сейчас, отрегулировать свое состояние, ну, они простые, да, мы дышим, медленно и глубоко, мы считаем, как бы это странно не звучало, только от 10 до 1, мы можем подойти к окошку, опять же, подышать, вспомнить хорошее, представить себя в хорошем месте, приятное ощущение, восстановить в себе, это между, да, между посетителями, я могу отрегулировать свое состояние, вот это все секреты, такие, совершенно не секретные, которые помогают нам держать себя в норме, не разваливаться от этого стресса, потому что, конечно, это стресс, ожидать, что вы, какие-нибудь адекватные люди, прям все как, ну, вообще не переживать нельзя, это внутренний конфликт всегда, это всегда, ситуация оценивания всегда стрессовая, поэтому с ним надо справляться, но и у них же тоже стресс, а наши апеллянты тоже, они-то вообще, то есть они стояли в этом коридоре, там ничего не понятно, как они нашли этот несчастный адрес, на высотной в этом году, скорее всего, это его было надо найти сначала, доехать, потом жара стоять, потом, значит, найти этот нужный кабинет, оттуда выходят люди с разными эмоциями, все это заводит очень сильно, и они, конечно, в стрессе, и это означает, что их голова, ну, не совсем соображает, прямо скажем, они не могут успокоиться сами по себе, им нужны вы, как снимать, а вы заинтересованы в том, чтобы они были спокойны, потому что иначе они начнут глупые вопросы задавать, или агрессивно реагировать, что мы делаем, это тоже наша ответственность, чтобы они были спокойны, у нас есть максимум определенности, то есть они все знают, что сейчас будет происходить, где ставить подпись, вы не ленитесь, и скажете им точно, вот здесь подпишите, и здесь подпишите, а не со словами, подпишите, и потом, неужели непонятно, где подписать, все, вы только что зашкаливаете, у них стресс, еще к работе даже не перешли, сейчас я вам дам листочек, надо познакомиться, вот здесь поставить фамилию, и здесь подпись, лучше сказать это, да, 17 раз за день, ну, сказать, легче будет, и ясность по всем пунктам, по времени, по тому, где сесть, не надо сказать, присаживайтесь, надо сказать, тебя как зовут? Антон, Антон сюда, мама сюда, я буду сидеть здесь, сейчас мы будем делать вот это, вот это, и про работу, и про 10 минут, и про все, и вы им навели полную ясность, дальше помните, психологические штуки, предложите водичку, вот да, вот она, стаканчик, предложите, от нас не убудет, а им станет легче, улыбка, прекрасное средство, то есть вы, конечно, вы не в радости бешеной пребываете, от того, что они пришли, но вы располагаете к себе, располагаете, и ваши действия спокойны, вы не дергаете листочки, вы не заведенный человек, вы должны, ну, вы спокойны вообще, и расположены, и тогда ребенок успокаивается, на детей это точно действует, они заводятся очень сильно вот таких резких движений от, ну, как бы суетливых экспертов, и совершенно спокойно себя чувствуют и успокаиваются, когда понимают, что человек, который сидит перед ними, спокойно понимает, что делает, и рад ему помочь разобраться. Дальше, я вижу вопрос, сейчас чуть позже мы к ним перейдем, и эксперты спокойны и уверены, вы не переживайте, то есть как только на вашем лице растерянность, почему здесь так написано, что же это, все, вы их потеряли, они также будут очень интересоваться, что там такое, как же так, как же бороться, и вы обращаете внимание, словами обращаете внимание на их состояние. Жарко, устали стоять, сейчас, подождите, я сейчас что-то непонятно сказала, то есть вы смотрите, как там, и говорите вслух про их состояние, и от этого их уверенность, их спокойствие увеличивается. Смотрим вопросы. Первый вопрос. Если ученик не уходит после всех аргументов и слов, ух, надо, чтобы ушел, нужно, значит, мы апеллируем, да, к тому, что у нас 10 минут, и наше время вышло, вы должны покинуть помещение. И надо спрашивать, то есть что мешает вам уйти, Антон? Почему вы еще здесь? Прямым текстом. Можно задавать закрытые прямо вопросы. Вы здесь, потому что думаете, что мы еще не закончили. Вы здесь, вы остаетесь, потому что думаете, что можно еще что-то изменить. Вот прям такими вопросами, четкими, мы выясняем, что происходит. И опять, если вы считаете, что есть смысл сидеть, тогда я пойду работать с другим человеком, а вы, пожалуйста, поговорите с председателем. И дальше ему, дальше вы вообще уходите, а председатель сам задает вопрос, что произошло, что вы хотели. И, возможно, все начнется заранее, по-новому, извините, заново, но это уже не ваша проблема. Вы уходите. Дальше, следующий вопрос, есть ли еще какие-либо дополнительные способы переключения внимания во время апелляции, кроме воды, оформления документов. Специально назначенные члены были. Ух ты. Это для меня новость. Оформлением документов в прошлом году занимались специально назначенные члены конфликтной комиссии. То есть, они заранее оформляли там, а потом подходили к экспертам, да, экспертов разгрузили таким образом. Сейчас надо сообразить. Они подошли, подписали документы и с работы идут к вам, что ли? Ну, тогда поняла, да, да. тогда вы даете ему минуту, прямо несколько минут, на то, чтобы посмотреть на работу. Или я бы даже спросила, вам как удобнее самостоятельно работу посмотреть? Или, то есть вы опять же говорите всю эту установку, правильную, первую, а дальше спрашиваете, самостоятельно или сразу пойдем по заданиям. или вместе со мной. Так, значит, дальше. Переключение внимания. Зачем оно нам надо? Дополнительные способы переключения внимания. Когда зациклились, да, на каком-то задании. Здесь мы прямо локализуем ситуацию. Значит, напоминаю, с этим заданием мы закончили, переходим к другому. Или, вы говорите, по содержанию вопрос еще есть, то есть вы прямо туда закрытыми вопросами все время возвращаете. Есть вопросы по содержанию? Нет. Тогда наша апелляция закончена. Прошу покинуть помещение, вы не будете говорить. До свидания. Можете сказать. Вода. Хорошо. Что еще нас может переключить? А, больше нам не надо ничего переключать. То есть мы либо переключаться нам надо, когда пошло непродуктивное взаимодействие. То есть много не по существу говорят, болтают, отвлекаются. Вот в этом случае нам нужно переключение. И переключение нужно на содержание. Если же по содержанию идет по кругу, тогда мы должны прекращать взаимодействие. Что ваши закончились уже аргументы. Вот. Резко прервать. Ну, в некоторых случаях можно как бы переключать между ними. То есть мама или отец и ребенок. Когда вы говорите, то есть я считаю, что достаточно уже приведено аргументов в эту сторону. Не правда ли? И обращайтесь к другому человеку. То есть если ребенок застрял, то мы просим родителя. Да или нет? Он со стороны может сказать. Если родитель застрял, то вы обращаетесь к ребенку. И он говорит да или нет. То есть привлекаете третьего, как того, кто остановит второго. Вот такой может быть ход. Но если или вот это обращение внимания на состояние тоже может помочь. Или я понимаю, что вы расстроились. Вот так. Насколько я вижу, вы не готовы принять этот ответ. Но, к сожалению, я как эксперт ничего поделать здесь не могу больше. То есть, конечно, я может и хотел бы вам помочь как человек и что-то такое придумать. Но здесь по критериям, по результатам придумать ничего невозможно. Таким образом. Дальше двигаемся. Заключительное. Ага. Спасибо, понравилось про переключение между собеседниками. Хорошо. Пробуйте, рассказывайте в следующем году. Как реагировать на агрессию у нас? Значит, есть три ключевых пункта, которые надо бы хорошо вам запомнить. Просто такие приемы. Ну, а последний про техники я напомню на следующем слайде. Значит, от агрессии... Что такое агрессия? То есть, человек не находит аргументов содержательных. Он во гневе. И надежда на то, что его эмоциональное состояние заставит вас изменить решение. Вот только для этого это делается. Сознательно, несознательно. Но попытка – это попытка повлиять. Хотя не всегда, извините. Значит, либо это попытка повлиять, чтобы вы изменили решение. Либо это эмоциональный срыв, который человек себе позволил в этом месте. То есть, ну, все, понеслось, завелся, остановиться не могу. Уже понимаю, что ничего не будет, никакие результаты не изменятся, но вам должно быть так же плохо сейчас, как мне. Это несправедливо, что вы меня обидели, вам хорошо, а мне плохо. Поэтому надо, чтобы вам тоже стало плохо. И идет такое личное оскорбление или оскорбление системы в целом, но выливается это на вас. И задача выбить вас, ну, реально нанести такой эмоциональный урон, если уж не получилось добиться желаемого. Либо это все-таки еще попытка добиться желаемого. Значит, что мы делаем? Мы от агрессивного поведения, любого выпада, личного наезда, по модели мы должны уклониться, не позволить попасть. Попало, вызвало реакцию, все, мы проиграли. То есть вы не можете позволить себе реагировать соответственно. Вы не можете тоже кидаться со стулом на человека. Вы не можете так же позволить оскорблять себе в ответ, на себя посмотри, что вы за мать такая, какой пример вы ребенку подаете. Вы не можете себе это позволить, потому что это означает, что они выиграли. От агрессии вы уклоняетесь. Вот так. Все, пусть летят стрелы мимо. Вы говорите, все сказали? Это все, что вы хотели сказать? И возвращайте беседу к теме. Мы с вами обсуждаем задание части С. По ней есть вопрос? Нет? До свидания. И здесь вы строгими должны быть. От агрессии уклоняемся. Дальше. Значит, вот это опора на ограниченность во времени. Конечно, вы можете, я понимаю, что вам хотелось бы сейчас поругаться на меня, на все, что произошло. Любой человек расстроится после таких результатов. Это, наверное, даже нормально. Но такое поведение здесь непозволительно, неуместно. И к тому же у нас закончилось время. То есть это такой ход вразумлять называется. Вразумляем. Агрессоров вразумляем. Объясняем им. Здесь не надо так себя вести. Это не то место, где нужно выражать свои эмоции. Поэтому, пожалуйста, давайте мы завершим сейчас наше общение. Апелляция завершена. И ссылайтесь на время. И особые техники, я их напомню коротенько, они здесь есть у нас. Ну, вам, видимо, видно, да? Вы можете на своем экране увеличить. Значит, первый ход такой. Здесь речь идет про личные оскорбления. И такие прямо направленные на вас или на ситуацию. Упс. Это когда вы прямо говорите, прям упс, я растерялся. Это не аббревиатура. Я в замешательстве. Что-то я растерялась от такой реакции и даже не знаю, что теперь сказать. Давайте мы вернемся опять же к теме. Или ничего себе. Необычно слышать такое в свой адрес. По делу есть вам что сказать? Или даже сразу после этого вы говорите, что-то я не знаю, я прям растерялась, как с вами дальше разговаривать. Но, по-моему, мы вообще закончили уже апелляцию. И завершательное. Сиреневый туман нужно прокомментировать. Это когда вы на агрессивное поведение отвечаете вообще такими распространными размышлениями в целом о мироустройстве, о жизни. Выдумываете всякие там общие слова по поводу того, что происходит. Общество знания такая сфера. Много лет дети, люди работают над этой областью. История всегда вызывала споры. И вообще, когда ты сидишь и оцениваешь людей, это такой труд. Это любой философ скажет, что... И вот вы бла-бла-бла про это, что-то там. В общем, вы нанесли столько тумана, что они уже не понимают, куда бить, чтобы в вас попасть. Это такой способ загасить стрелы с помощью много-много слов. Ни о чем. Но это надо тренироваться, или чтобы это было для вас натурально, иначе это не заработает. Я высказывание. Здесь приведен прямо пример, да, цитата. Когда на меня кричат, я обычно... То есть, когда что-то происходит, я чувствую себя так-то, и дальше вы делаете конкретное предложение. Давайте раз, два, три. То есть, когда родители повышают голос, я перестаю вообще понимать, как мне дальше работать с ребенком. Давайте вы сейчас помолчите, а я еще раз Наташе объясню про это задание. И вот таким образом. То есть, вы... Или когда ребенок начинает кричать, обычно... То есть, я теряюсь, когда начинается. То есть, я сбиваюсь, я не готова в таком темпе говорить о своей любимой физике. Давайте вы успокойтесь, и мы перейдем к вопросам. Вот так. Значит, вы посыл – это заход на то, что вы имели в виду вообще в целом. И часто здесь, понимаете, люди чего-то сказали, а сами это вот много так всего сказали, сильно, эмоционально, но при этом не готовы брать на себя ответственность. Поэтому надо их четко, вот прям так, за них сказать ответственное высказывание. То есть, вы хотите сказать, что вашу работу проверили не объективно. Но это вроде как он не хотел это сказать. И вы таким образом можете снижать ответственность. Или вы хотите сказать, что я не знаю закон Ньютона. Это вы хотите сказать. То есть, четко и понятно из большого агрессивного высказывания мы выделяем мысль, за которую он должен нести ответственность. Если он правда так думает, если он говорит, да, неправильно проверили, аргументируйте, пожалуйста, что неправильно проверили. Тогда вы начинаете работать по делу опять. Если вы хотите сказать, что я как эксперт некомпетентен, да или нет, если говорят да, вы говорите хорошо, значит, вы перестойте со мной разговаривать, мы зовем председателя, который еще раз прокомментирует все проверки, если для вас это важно, и уходите оттуда, потому что это бесполезно вам разговаривать дальше. Председатели, наверное, уже это, переживают за себя сегодня. Дальше, следующий ход. Вам важно, то есть, вам нужно понять, что вообще хотят. То есть, вам важно, чтобы я повысил оценку, несмотря на объективную проверку, или вам важно понять, что теперь делать, если вашему ребенку угрожать не скибал. И вот прям вы за него пытаетесь вытащить что-то, или вам важно, чтобы я извинился, что у меня такие оценки, что ли, получились. То есть, вы пробуете из опять агрессивного вытащить суть, суть обращения. Чего хотели-то вообще? Так, гадости на радости. Я очень надеюсь, что вам не придется это делать, потому что это уже, ну, когда по-настоящему вам говорят гадость, такую личную, оскорбительную, по поводу того, что старая, например, вы, или молодая, или прическа у вас сегодня неудачная, или сидите тут, заелись все, понимаешь ли, а нам никак, ну, так дальше. То есть, своих-то, конечно, пропускают. Ну, в общем, такие вот вещи, которые по-настоящему оскорбительны. По-настоящему оскорбительны. Вы должны, ну, если вдруг такое происходит, то один из ходов это перевернуть это на радость, то есть, в шутку обратить, и прямо так увидеть в этом что-то положительное. Слушайте, надо же, так давно никто не указывал на мой мудрый возраст. Или как приятно, когда тебя замечают, что ты самый молодой эксперт в аудитории. Ну, то есть, вот прямо как-то перевернуть это. Я не знаю, как перевернуть про прическу. Ну, и просто, да, удивительно, что в вашей ситуации вы еще и можете обращать внимание на мою внешность. В общем, переворачиваем, шутим, сами тем временем выдыхаем и не позволяем оскорблению проникнуть через защитный пояс. Потому что это не имеет к вам никакого отношения. Это человек, который в беде, в стрессе, в горе, и он не знает, что делать. Это не про вас. Это про них сейчас, про состояние. Вся ваша работа – это защититься. Защитить себя от негатива. Пусть говорят, чего хотят. Меня это не пробьет сегодня. Ну, и ширма – это ход такой на лозунги, на девиз, когда они говорят, а вы знаете, ну, помните, кто был с первых лет, те помнят нашу самую главную ширму, что эксперты Красноярского края – лучшие эксперты России или самые справедливые эксперты в России. И этого наша ширма – это такой слоган, который можно повторять. Вы знаете, объективность – это наше все. И так дальше. То есть вы говорите какими-то такими заученными, лозунговыми словами и таким образом закрываете себя как личность. То есть вы про должность, про работу, но не про себя. И себя вы этой ширмой прикрыли. И опять, и все. И мы вернулись к делу. Опять. К тому, что обсуждается. Какой пункт. Здесь у нас все. Ну, вы помните, да, что обычно мы здесь тренируемся. Я говорю всякие провокационные штуки. Сегодня без этого. Хотя, мне кажется, вы их уже лучше меня помните, эти провокационные высказывания. И последний у нас информационный слайд про то, от чего люди могут заподозрить вас, что что-то не так. То есть нам бы избегать вот этих вот десяти поведенческих поступков, потому что из-за них возникает недоверие. Люди не доверяют, что вы вообще-то на своем месте, и что вы в них заинтересованы, и что стараетесь сделать максимум для справедливого оценивания. То есть недоверие откуда может возникать? Когда очень долго вы думаете? Такая длинная пауза перед ответом. Вот прям первый раз в жизни я вообще вижу эту тему, этот вопрос. Дальше. Когда уходите от прямых ответов? Вот это бывает. Про это мне рассказывали. Когда эксперты примс и начинают что-то, еще никакой агрессии не было, а мы уже туманно водим. Это возникает в ситуации, когда недостаток самоопределения у эксперта. Вы, ну, вам не нравится этот критерий по правде. И вы по-честному сделали бы все это по-другому. Но он вот так написан. И вы начинаете уходить. Не надо уходить. Как это? Решите задачку заранее и давайте четкий ответ. Не уходя от темы. То есть если спрашивают, а что теперь это будет двойка? Вы не говорите, ну, я не знаю, это радостат. Скорее всего, да, будет неудовлетворительная оценка, но это не приговор, потому что у вас есть такие варианты. Не уходите от темы, иначе они будут все время, потому что вам надо будет, им надо будет, вы заставляете их прощупывать, выяснять, что там за, какие сомнения, в общем, возникают, и люди начинают беседовать долго-долго, чтобы выяснить. Подозрения появились. Третье. Значит, говорили, что только расскажете результаты, что вы для этого здесь, а сами начинаете учить решать задачи. Нехорошо. Недоверие вызывает. Или говорили, что проверяли работу, сами сидите и не знаете, почему так получилось здесь. Ну, что видели работу, да, что знакомы с ней. Дальше. Демонстрация, отсутствие интереса к теме разговоров. Это трудно мне представить, конечно, со стороны экспертов, но вдруг вы зазевали, у вас нет, кстати, на куда отвлекаться, да, вы сосредоточены на них полностью. Ну, в общем, не это, не, наверное, это не наша история, но интерес должен быть. Повышенная защищенность, то есть вы отдалились, вы поставили между, тут невозможно показывать, в общем, вы зажались, спрятались, не смотрите в глаза, то есть вы защищены, вы боитесь, значит, их, есть угроза, это значит, что вы не уверены. Когда в ответ на агрессию вы не владеете собой, начинаете тоже оскорблять, ругаться и повышать голос, даже повышать голос, это значит, вас поймали и вам не надо доверять. Жесткое управление ситуацией, значит, вы вообще не даете свободу, вы сами задаете, вам вопрос, вы, а ты как думаешь, и то есть вы так, ну, и почему ты думаешь, что про это надо спрашивать, и так дальше. А как ты это сдал на контрольной работе такой-то? То есть прямо начинается такая, вы руководитель, и вы не собираетесь слушать и давать никому шансов. Это вызывает недоверие. Напряженная поза, напряженный взгляд, то есть видно, ну, помните, да, что мы говорим, эксперт должен быть уверен и расслаблен. Спокоен, да, слово «спокоен», расслаблен – плохое слово. Спокоен. Здесь, вот если вы напряжены, видно, что вы в боевой стойке, потому что, как это бывает, вас завел предыдущий человек. Этот вообще не виноват, но на нем может сработать. То, что вы напряглись из-за предыдущего, и сейчас этот вам будет реагировать уже на ваше напряжение. Усиление конфронтации начнется. Многословие. Слишком много говорите. Не надо слишком много говорить. Или вы совершенно замерли, жестов нет, или вы жестикулируете, прямо много-много-много, и это тоже уже непонятно все, зачем она пытается неуместные жесты применять. Вызывает недоверие. Вот. Это такие моменты, на которые просто надо помнить и постараться избегать. Теперь у нас есть возможность пообсуждать. Мы немножко обсуждали, но есть какие-то. Я не знаю, что особенного в этом году. Возможно, есть те, кто уже в курсе, что изменится в этом году. Например, в прошлом, когда появилась возможность проверки предварительной на сайте, когда люди смотрели, сами дети. Это была особенность. Возможно, в этом году тоже есть что-то еще, о чем надо поговорить и подумать, как на это реагировать. Но я не в курсе. Вот. Дальше, если есть трудные случаи, о которых мы не поговорили, а вам бы хотелось выполнить из прошлого года, например, история, где вы растерялись. То есть вы, ну или вы как-то поступили, но не уверены, что правильно. Вот. Ну и, конечно, организационные, там, как преодолеть, например, тесноту или время. В общем, я готова отвечать на вопросы, некоторое время посидеть. Задавайте, пишите что-нибудь. Спасибо за субтитры. А мы не знаем, да, пишет кто-то или нет, или видим. Мы не видим, пишет кто-то или нет, поэтому нам надо дать время на печатание. Осваиваем новые формы. У меня есть вода. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. У нас, похоже, все задали вопросы по ходу, пока были темы, да, актуальны. Так, что-то появилось. Так. Так, так. Ага. Очень важно. Значит, первый пункт. Если, первый вопрос от Бархатовой Дарьи. Если все-таки эксперт сам попал в затруднительное положение, начал объяснять методы решения, оправдываться, как остановиться и вернуться в роль члена комиссии? Очень хороший вопрос. Вообще, спасибо. Я вообще про это не говорила, да? То есть, как, чего нельзя делать, мы говорили, но я обнаруживаю себя там, где не хотела бы, где заря попала. Значит, здесь вы должны честно в этом признаться и, может быть, даже вслух и сказать, ну вот, я уже начинаю как учитель вам объяснять, как решить задание. Но, к сожалению, это не предусмотрена процедура апелляции. Поэтому давайте мы сейчас здесь остановимся и вы постарайтесь сами разобраться или со своим педагогом, а апелляция на этом завершена. Вот. Значит, оправдывать решение, когда тоже, то есть, ну вот, вы поймали себя на том, что сменили позицию. Остановитесь и объясните, почему вы больше не будете это делать, так, грубо говоря, потому что разные могут быть позиции. Вот. Я бы здесь обратилась, опять же, к другому человеку, да, который здесь, вот, смотрите, как, как, как легко занять позицию мамы, да, и переключиться. Но, я должна только экспертную функцию выполнять. И я думаю, что мы не будем обсуждать, да, там, поступление, не поступление, вот, вашу жизненную ситуацию, хотя, конечно, видите, меня это тоже зацепило, и мне это, хотелось бы как-то, чтобы у вас все хорошо закончилось, но как эксперт сейчас я должна. И опять туда-сюда. То есть, вы себя саму останавливали, самого останавливаете так же, как остановили бы их. Возвращаете к теме, сейчас найдем, так же, как на лисе, да, так же, как любой сбой. Возвращаемся и опираемся на ограниченность во времени. Вот. Ну, и даже можно с закрытым вопросом это понять. то есть, смотрите, я уже из эксперта превратилась в консультанта, да? И они говорят, да. И они говорят, ну, это недопустимо, это не то место, где мы должны этим заниматься. Возвращайтесь. Вот так. И дальше, судя по всему, мы получаем особенность этого года, и это действительно очень серьезно. Значит, в девятом классе увеличилось число. 4 обязательных экзамена теперь, и по гео мы ждем наплыв. Будет много всего, потому что если раньше 2, ну, конечно, здесь. Что я могу сказать? Соболезнования высказать. Потому что здесь это объективная штука, с которой мы сделать ничего не можем. Ну, всякие там пиар-ходы, которые показывают бесполезность апелляции, пожалуй, могут как-то сработать, но тоже они не в нашей, не в экспертной власти. Ожидаем много людей, значит, мы должны организационно улучшить обстановку. Запись по времени, чтобы не было толкучки в коридоре сумасшедшей, долгой. Максимально заочное участие, которое, то есть, всячески его поддерживать. Заочное, когда там скра и так далее. И, возможно, надо ограничить время. Ну, то есть, вы понимаете, что физически 10 минут это много. Посчитали, вы же знаете, сколько работ. Уменьшайте время, сделайте 7 минут. Значит, из-за того, что в этом году так много людей, у нас на одного человека всего 7 минут. Но этого бывает достаточно, чтобы все сделать. и тогда вот эта история с заполнением бумаг у отдельного человека, у специальных людей, она хороша. То есть, она нам поможет. Вы только по делу раз, два, три, такой конвейерный ход. Есть ли какие-то возрастные особенности, которые можно учесть при работе с девятиклассниками? Значит, у нас самая главная возрастная особенность, но она не возрастная, она такая жизненная, обстоятельственная, что у девятиклассников ставки существенно ниже, чем у одиннадцатиклассников. Ну, то есть, у них есть два года на то, чтобы хорошо приготовиться к ЕГЭ, и можно перезнать. То есть, они как бы, ну, уровень накала сильно меньше. Надо говорить, что это не приговор по поводу там одиннадцатого класса, что если ты сейчас плохо получаешь или что-то еще. Можно снова, можно пробовать, можно такой ход, такая траектория. Это раз. Дальше, безусловно, ну, они, конечно, больше зависят от родителей. То есть, здесь чаще всего и больше процент, то, что интерес в том, что родители, решение про апелляцию вообще принято родителями, что надо туда идти. В этом смысле, возможно, больше с родителями придется разговаривать. То есть, вы им объясняете, а ребенку вы говорите, что он молодец. То есть, вы всячески его поддерживаете, говорите, что здесь он отлично справился, здесь отлично справился, хорошо, что пришел и разобрался. То есть, вы его в этом поддерживаете, но объясняете, что, например, сделать ничего невозможно. Мы такой аспект тонкий еще не рассмотрели, да, когда надо бы снизить называется история. Когда вы видите, что здесь надо бы снизить. И вот с девятиклассниками этот ход вообще хорошо должен проходить, когда вы говорите, ну, здесь, конечно, мог бы эксперт поставить и меньше, но видите, как вот все-таки в пользу ребенка решили ситуацию. Вот так как. То есть, здесь надо снижать. И вы говорите, да, я буду снижать. Ну, потом можно отыграть, да, и этим пользоваться. То есть, для них это влияет. Страха, конечно, больше у девятиклассников от самой процедуры. Они менее зрелые, и в этом смысле роль родителя выше. И как поддерживающего, и как того, кто будет защищать и бороться. Но зато интересы не такие сильные. То есть, они, накал должен быть поменьше. Ну, пожалуй, все. Я не знаю, что еще про девятиклассников сказать. Но они как-то легче принимают негативные. Пожалуйста, Антонин. Попишите, а гуляет? Давайте я еще покажу, что делать дальше. Дальше мы договорились с институтом повышения, что до 8 июня я буду поддерживать консультационный режим. Если вы понимаете, что вы еще не готовы, или вы только сейчас посмотрели вебинар, позже, не в онлайне его, то по электронной почте для меня, конечно, почта предпочтительней, и можно оставить свой телефон, чтобы я перезвонила. Или по телефону, на место основной работы. Опять же, в кабинете довольно трудно застать, поэтому можно оставить контакты, сказать, что это конфликтные комиссии. И я готова консультировать вот в таком индивидуальном режиме, со сложными вопросами, с какими-то... То есть вы сейчас, например, вебинар посмотрели через долгое время, и хотите обратиться, вот обратиться можно так. Засекаем последнюю минуту на вопрос, и если их не поступать, значит, мы будем завершать работу в нашем новом, необычном формате. Если вы какую-нибудь реакцию напишите на этот формат, что это нормально, или это ненормально, и нужна очная встреча, я тоже буду благодарна, потому что это эксперимент, эксперимент такой, одобренный министерством. Но нам важно понять вообще, работает это или нет, или нам надо вернуться. То есть для новичков мы в этом году сделали полноценный вебинар, ой, тренинг, дневной, все хорошо, по полной программе, как в классическом виде. А для тех, кто уже опытный эксперт и был на тренингах, не просто опытный эксперт, а опытный участник, тех мы попросили так заочно участвовать. Очень удобный формат, прекрасно, нормальный формат для эксперта с опытом. Мне тоже кажется, главное, что можно посмотреть дома, на кухне, когда надо, пересмотреть снова. Презентация будет доступна, ее можно будет скачать, что-то себе напомнить. Все учимся. Вот бы так же и апелляции проводить в вебинарном формате. Спасибо за хорошие слова. Ай, первый раз комиссия. Так лучше, хорошо. Ну что же, будем завершать, видимо, да, содержательные вопросы. Даже для новичка удобно. Ну прям. Тогда продолжаю. Я еще посижу, очень приятные слова мне пишут тут. Спасибо всем участникам, обращайтесь, если что. Наверное, скоро мы методичку уже будет заказ у нас писать. Надеюсь на очень легкую относительно хорошую работу всех конфликтных комиссий для всех участников. И не забывайте, какую радость вы себе получите.